Дорогие телезрители, как же замечательно, что вы сейчас смотрите нас. Некоторые из нас хотят, чтобы в их семье было больше гармонии или привязанности друг к другу. В сегодняшней проповеди мы посмотрим, как жила семья Исаака, членам которой совсем не хватало доверия, как по отношению друг к другу, так и по отношению к Богу. В чем это выражалось? В чем именно они терпели неудачи? И может ли наше недостаточное упование на Бога расстроить Божий замысел? Об этом вы узнаете в сегодняшней проповеди Кристиана Веггарта. Сейчас я попрошу вас открыть вашу Библию на 27-й главе книги Бытие. Мы продолжаем цикл проповеди, посвященных первой книге Библии. Итак, 27-я глава книги Бытие. Сейчас, чтобы вы были в курсе, о чем в этой главе речь, я прочитаю стихи с 1 по 29. Когда Исаак состарился и притупил из зрения глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему «Сын мой». Тот сказал ему «Вот я». Он сказал «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи и приготовь мне кушание, какое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Равека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву. И пошел Исаав в поле достать и принести дичи. Равека сказала сыну своему Иакову «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааву, принеси мне дичи и приготовь мне кушание. Я поем и благословлю тебя перед лицом Господнем, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших. Я приготовлю из них отцу твоему кушание, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Равекке. «Матери своей, Исаав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, с татца ощупает меня, отец мой. Я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей. И мать его сделала кушание, какое любил отец его. И взяла Равекка богатую одежду старшего сына своего Исаава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожу козлят и дала кушание и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал «Отец мой». Тот сказал «Вот я, кто ты, сын мой». Иаков сказал отцу своему «Я Исаав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исаав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаава». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые. И благословил его и сказал «Ты ли сын мой Исаав?» Он отвечал «Я». Исаак сказал «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». И Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. И да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». На этом мы закончим чтение 27-й главы книги Бытия. Аминь. Можете присаживаться. Сейчас мы с вами посмотрели, какие нравы царили в семье Исаака. Бог отодвигает занавес и позволяет нам заглянуть за кулисы. И то, что мы там видим, нас шокирует. Там мы видим семью, которая состоит из отца, матери и двух сыновей. И в которой каждый играет в свою собственную игру. В этой семье имеет место недостаток доверия друг к другу и к Богу тоже. Но давайте по порядку. Сначала мы видим провал Исаака. Это стихи с первого по четвертый. Этот патриарх Веры был уже стар. Ему было примерно сто лет. И, как сказано в первом стихе, зрение, глаз его притупилось. И тогда он призвал старшего сына своего Исавы. Чего же он от него хотел? Об этом мы читаем в четвертом стихе. «И приготовь мне кушание, какое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя». Сделай это прежде, нежели я умру. Исаак перед смертью хотел благословить своего сына. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, но Исаак хотел все сделать очень тайно. Он позвал Исаава в свой шатер и хотел поесть там с ним один, а потом благословить его. Это было необычно, потому что обычно вся семья собиралась вместе, чтобы засвидетельствовать столь священный момент. Далее в Библии мы видим вот что. Что благословения были довольно публичным делом. Но Исаак хотел все сделать именно тайно. Он даже не обсуждал этого с женой. Похоже, он не доверял ей в этом вопросе. Он не интересовался ее мнением по этому поводу. Он позвал Исаава к себе в шатер, а жену отослал. Он сказал Исааву, «Приготовь мне кушание, и я благословлю тебя». До чего же должно быть были разлажены отношения между этими мужем и женой? Ведь они даже не планировали вместе, не обсуждали и не занимались организацией столь важного и столь значительного в истории семьи события. Дорогие мужья, нехорошо делать что-то тайное и скрывать это от жены. За исключением подготовки к свадьбе и упаковки подарков на Рождество. И вот мой вопрос к вам. Есть ли в вашей жизни что-то, что вам следует обсудить со своей женой прямо сегодня? Если да, то обсудите это с ней и не откладывайте. Исаак, вероятно, боялся, что Ревекка будет с ним не согласна, если он поделится с ней своим планом благословения. Ибо всем членам этой семьи было ясно, что Бог избрал не Исаава, перворожденного, а Иакова, который родился вторым. Бог избрал его носителем благословения. Ибо когда эти близнецы боролись друг с другом в очреве своей мамы Ревекки, это 25 глава, Бог очень четко и ясно сказал Ревекке, «Ревекка, два племени в очреве твоем, и один народ сделается сильнее другого, и далее следуют те самые решающие слова, и больший будет служить меньшему». Божий замысел и жизненные цели для этих двух мальчиков были ясно изложены Богом. Больший будет служить меньшему, а меньший продолжит род благословения. Но Исаак не хотел в это верить, он не хотел подчиниться этому замыслу. Вместо этого он взял дело в свои руки и действовал в соответствии с обычаями, с традициями того времени. В тот момент они были для него гораздо важнее, чем следование велению Бога и его личная привязанность к Исаеву. Было для него важнее следование Божьему велению, которое тот выразил во всеуслышание, потому что в 25 главе Бытия мы читаем, что Исаак любил Исаава. И поскольку он любил Исаава больше, чем Иакова, он был готов отдать Исааву благословение перворожденного, хотя это и противоречило провозглашенной Божьей воле. Если мы, подобно Исааку, принимаем наши жизненные решения, руководствуясь обычаями и традициями, и считаем, что надо благословлять перворожденных или принимаем наши решения в соответствии с нашими личными склонностями или действуем из страха, а не руководствуясь Словом Божьим и Его волей, мы ведем себя точно так же, как вел себя тогда патриарх Исаак. И это может быть очень опасно, ибо христианин не должен, руководствуясь социальными нормами, человеческими склонностями или страхом делать эти вещи своими советчиками. Но где же тогда нам искать совета, скажите? Что же тогда должно освещать нам путь? Конечно, это Слово Божие, и только оно. Поэтому эти слова касаются и вас, когда у вас в университете, в школе или на рабочем месте появляется искушение отказаться от Божьих стандартов и действовать в соответствии с обычаями и традициями нашего времени. Не предавайтесь греху, не ищите признания в обществе и не действуйте из страха или руководствуясь вашими личными склонностями, какими-то предпочтениями. Пусть Слово Божие станет самым важным фактором в вашей жизни. Поэтому Исаак и держал свой план в секрете от жены и всех остальных. Ну и вот еще что. Он не только не доверял своей жене, но и не уповал на Бога. В Исааке мы видим человека, который противоречит Божьей воле и хочет благословить Исаава, чего бы это ему не стоило. Но Бог не позволяет человеческой воле помешать его великому замыслу. Вместо этого Всевышний срывает план Патриарха Исаака, воздействуя на все пять чувств этого пожилого человека. Мы уже об этом с вами прочитали. Его зрение уже почти оставило его, потому что в Библии сказано, что зрение глаз его притупилось. Чувство вкуса тоже уже подводило его, потому что он сказал Исааву, принеси мне дичи. А Ревекка сказала Иакову, принеси мне козленка. Я не знаю, насколько хорошо развито чувство вкуса у вас, но Исаак любил мясо. И Исаава он тоже любил, потому что тот приносил ему хорошее мясо дичи. Но на этот раз чувство вкуса его подвело. Он хотел благословить Исаава. И как же в это вмешался Бог? Он притупил его чувства, все чувства. Он не мог определить еду на вкус. Понимаете, да? И он не только не мог определить еду на вкус. У него притупилось и осязание. К нему приходили мысли, что с волосами на теле его сына что-то было не так. Они стали явно какими-то другими, какими-то щетинистыми, но все же он решил, что он обнимает своего собственного сына. И его слух тоже уже не был таким, как был раньше. Он тоже стал хуже. Исаак сказал, руки как у Исаава, а голос как у Иакова. Но все же подойди ко мне, и я благословлю тебя. Вы понимаете, это был человек, имевший свои намерения, которые противоречили Божьим намерением, великим намерением Бога. Он должен был благословить Иакова. И Бог так направил его, что в итоге все произошло по Божьему велению. Вы видите, насколько велик Бог в своих деяниях, когда речь заходит о божественном спасении. Он не позволяет человеческой воле разрушить его планы. Все чувства Исаака обманули его. Его план провалился. Такова судьба всех людей, которые думают, что могут противостоять Божьему велению. Бесполезно восставать против Бога. Если вы принадлежите Ему, Он направит вас на угодный Ему путь. И Он осуществит все свои намерения, и вы пойдете Его путями. Мы поговорили с вами об Исааке. А как же обстояли дела у Ревекки и Иакова? Я бы сказал, что не намного лучше. Хотя она и хотела, правильных вещей. Но она пыталась добиться этого всеми возможными способами, идя кривыми, обманными путями. Она посягает на власть мужа. Она услышала разговор своего мужа с Исавом и сердцем своим решила, что так быть никак не может и что получить благословение должен Иаков. И тогда она взяла все в свои руки. А вместо того, чтобы прийти к своему мужу и обратившись к нему нежным голосом сказать «Мой дорогой муж, ты идешь против Божьей воли». Она сказала себе «Исаак втайне ото всех придумал хороший план, а я придумаю план по-лучшим. Я уже давно могу делать то, что он делает». Дорогие жены, а вам знакомы подобные мысли? Есть ли и у вас такие планы на сердце? Возможно, сегодня настало время поговорить с вашими мужьями и нежным голосом сказать им, что они замышляют что-то очень нехорошее. Если это так, то сделайте это. Ревекка же не пошла к своему мужу, чтобы помешать ему добиться своей цели и не принялась молиться, а ведь она могла бы сказать «О Боже, когда ты сказал мне, что больше будет служить меньшему, я доверилась тебе в том, что это выразится и в благословении, потому что именно о благословении идет речь, и я уверен, что ты, о Боже, позаботишься о том, что все произойдет так, как это нужно». А вместо этого она попыталась на полном ходу выхватить руль из Божьих рук. Она сознательно планировала обмануть своего мужа, потому что недостаточно уповала на Бога. Она даже была готова подговорить своего сына Иакова смутить и обмануть его отца, лежащего на смертном адре. Только представьте себе это. Исаак умирал, и Ревека подговорила своего сына и сказала ему, «В столь священный момент можно и не проявлять уважения к своему умирающему отцу. Тебе следует его обмануть». И впоследствии мы увидим, что это действительно закончится разрывом отношений между членами этой семьи. И что же Иаков? Иаков пошел на поводу своей матери и был готов совершить столь великий гнусный обман. Он действительно подошел к своему отцу, лежащему на смертном одре и выдал себя за своего брата Исава. На вопрос своего отца, как ему удалось так быстро добыть дичь, он ответил, что ему помог Бог. Он даже Бога приплел в свою историю. Здесь мы видим, что он научился у своей матери жить нечестной и лживой жизнью. И из-за этого ему в дальнейшем пришлось усвоить много сложных уроков в Божьей школе. Во всей этой истории мы видим, что во всей этой семье, в семье Исаака, не было никакого доверия и никакой открытости. Там были сплошные стены. Каждый в этой семье играл в свою собственную игру и пытался не допустить, чтобы кто-то из других членов семьи подсмотрел в его карты. Я не знаю, как обстоят дела вашей семье, но одно я знаю точно. Божьи намерения для христианских семей заключаются не в строительстве стен, не в возведении фасадов вокруг себя, а в совместной жизни, в открытости и честности перед Богом и перед миром. Да поможет нам в этом Бог. Но далее мы видим, что Бог, несмотря на непослушание людей и несмотря на все слабости героев этой истории, все же проводит в жизнь свои замыслы. Ибо Бог сказал Аврааму, в Исааке наречется тебе семя. А это означает, что несмотря на слабости членов семьи Исаака, Бог не отклонился от своего плана послать через эту семью обетованное семя, из которого однажды на свет, появится Мессия. И Божий замысел осуществится, несмотря на недоверие Исаакам. Божий замысел осуществится, несмотря на предательство Ревекки и Иакова. Завет благодати, избрание Божие, основывается не на наших заслугах, а исключительно на благодати. В послании к римлянам мы видим, почему все должно было произойти именно так, почему благословение должен был получить Иаков, а не Исаав, и в чем заключаются духовные предпосылки этого. Павел рассказывает нам об этом в послании к римлянам. Там он говорит, и не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написанном, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Так что же хотел сказать этими словами апостол Павел? А сказать он хотел нам, что на примере этой семейной трагедии Бог нас хотел кое-чему научить. Здесь он показывает нам, что благодать спасения приходит к нам не благодаря нашим заслугам, не потому, что Исаав был перворожденным не благодаря каким-то достижениям, а благодаря избранной Божьей благодати. Бог сказал, «Я хочу, чтобы Иаков обрел спасение, и благословение стало передаваться дальше через него». Что же означают эти слова? Если вы посмотрите на свою жизнь, а я на свою жизнь, не стоит ли нам всем признать, что все мы не лучше Иакова? Что все мы не заслужили спасения, дарованного нам Богом? Как часто мы сами обманывали других людей? Как часто мы сами восставали против Бога? Есть ли для нас какое-то оправдание? Есть ли какое-то оправдание для Иакова? Может ли он сослаться на какое-то свое достижение? Нет, конечно же, тут не может быть никаких оправданий и достижений. Только Бог решает, кого благословлять, и он избрал Иакова, чтобы основать новый мир, как объясняется нам в послании к римлянам. И это должно наполнить наше сердце радостью. Бог милостив и великодушен. Он был таким и с Иаковом, и с нами тоже. Бог в своем великодушии и прощении обратился к нам, и поэтому мы должны воздать ему всю славу и все благословение. Аминь, дорогая церковь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров Корректор Корректор